Добрый день всем! Сегодня начинаем последний в июле вебинар. Так, тема у нас сегодня атака при разносторонних рокировках. Так, участники уже заходят. Сейчас будем всех подождем. Добрый день, Ольга! Привет, Саша! Рады вас приветствовать на нашем вебинаре сегодня. Я тоже рада. Смотри, Саш, сегодня соревнований не будет, их мало. Окей, хорошо. Поэтому решили, что пусть они отдыхают, уже хорошо поработают на вебинаре. Хорошо. Вот, ждем мы, получается, Василису, Злату и моих. Хорошо, еще четыре человека. А, еще лев, получается. Еще лев, да. А если Злату не будет, ничего страшного, она, бывает, только слушает его записи. Ну, хорошо. Все понял. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 так ну что всем добрый день всем привет так у нас сегодня атака при разносторонних рокировках мы уже когда-то с вами на эту тему говорили здравствуйте и мы решили вернуться к этой теме подумали и решили потому что есть еще много что вам показать интересного и вот сегодня подготовил для вас такие интересные партии где в одном интересном дебюте в одном варианте как можно за белых атаковать и как можно за черных атаковать то есть вы сейчас можете посмотреть как можно с двух сторон атаковать и когда вы играете белыми когда вы играете черным потому что очень бывает бывает это интересно сейчас я вам включу свой экран так и у нас вот есть две такие партии сначала первая будет партия потом будет вторая партия вы сейчас сможете это видеть от висла все должно работать все слышали про такую защиту как сицилианская это очень такой распространенный очень такой интересный дебют где белые всегда хотят атаковать у них всегда есть такая возможность практически в разных вариантах а у черных почему они играют вообще собственно этот дебют потому что у них всегда так как они играют черными не всегда должна находиться какая-то динамика то есть они всегда тоже хотят играть активно они не хотят играть просто пассивно как правило черные всегда чуть-чуть стоят во всех остальных дебютах пассивнее а вот в сицилианской всегда они пробуют свои шансы и вот сейчас мы посмотрим такую и такие партии из сицилианской защиты варианта дракона называется вариант дракона очень такое интересное название как вы думаете почему так назвали вариант почему именно дракон потому что активно ну активно да ну сейчас когда я вам эту позицию я вам сейчас расскажу всю историю почему именно назвали вариант дракона да 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 это правда будет еще одна особенность я вам сейчас расскажу е4 c5 вот так начинается у нас сицилианская защита да кони в 3d6 белые играют центре все правильно всех каждый развивает свои фигурки черные нападают на пешку белые играют конь c3 защищают пешку и теперь вот такой ход g6 ну позиция такая она и закрыта и не закрыта можно сказать что она полуоткрытая нельзя сказать это она полуоткрытая вот этот вариант смотрите слон слон g7 вот если посмотреть на вот эту структуру давайте да можно и слон е2 вот смотрите вот эти все такие пешечки вот я вам к сожалению не могу так схематически здесь показать но если вот так взять вот эти все пешки коня и слона вот это есть такое созвездие в космосе вы знаете в космосе мышь не одни живем есть много разных планет и вот есть такая система нашем космосе нашей галактики и вот у нее когда мы да вот так правильно спасибо и когда мы вот на нее смотрим вот эти все звезды они выстроены как раз как вот эти все пешечки и фигуры и поэтому кто-то когда-то давным-давно назвал это драконом потому что она называется галактики ну как это сказать правильно система система дракона то есть и поэтому так как звезды расположены на небе так и вот здесь пешечки и фигурки черных расположены вот такая-то краткая история и поэтому назвали вот так вариант дракон давайте смотреть дальше все можно уже это стереть если можно f3 для чего так ходят белые f3 во первых они защищают свою пешку который конь мог бы нападать во вторых они возможно хотят поставить пешку свою сюда так как сейчас нельзя было это сделать потому что тут слон нападает и конь нападает поэтому они решают пойти f3 чтобы потом поставить пешку на g4 конь c6 играют черные мы играем ферзь d2 как вы думаете что хотят сделать белые после входа ферзь d2 какой у них главный план длинная рокировка длинная рокировка все правильно то есть они понимают что белые будут а я знаю у кг длинная рокировка а потом будет короткая вы говорите что будет раз да да правильно смотрите и вот так оно и выходит что белые уже подготовились играть длинную рокировку а черные понятное дело будут прятать своего короля в короткую и вот тут будет начинаться через несколько годов самое интересное значит черные играют рокировку и белые играют рокировку теперь какой у нас вообще план игры при разносторонних рокировках кто может сказать кто знает как надо играть правильно пешечный штурм пешечный штурм правильно то есть теперь черные будут стараться пешками штурмовать здесь а белые будут стараться штурмовать здесь вот такая у нас будет сейчас игра сейчас вы увидите но мы сейчас смотрим именно вот эту партию в этой партии мы смотрим поэтому я и повернулся со стороны черных потому что нам интересно узнать как играть черными вот давайте смотреть и теперь выбирают очень интересный ход достаточно такой интересный значит он он связанный с жертвой пешки сейчас вы увидите как но черные сознательно отдают эту пешку но они настолько сильно открывают свои фигуры они открывают линии и поэтому они сразу готовы атаковать тут белые наверное не знали как правильно играть и они ну повелись можно сказать да то есть они взяли эту пешку не подумал вот теперь смотрите что получилось сначала бьют коня потом бьют пешку все вынуждено да все форсировано то есть мы забираем пешку меняем фигуры и теперь забирает ферзь вы поняли какая разменная комбинация интересная да и теперь мы заберем ферзя и у нас больше ну смотрите теперь черным как раз и они не делали это все для того чтобы менять ферзей то есть теперь им нужно этого ферзя сохранить для того чтобы он мог принять участие в атаке смотрите что тут из ваше нет ферзь b6 нельзя потому что слон заберет тут надо найти единственный ход а единственный ход это ферзь c7 и вот теперь смотрите вот этот слон атакует второй слон сможет атаковать пойдет сюда будет атаковать можно потом ладья b8 да можно потом ладья b8 нападать потом это ладья пойдет сюда ферзь то есть сейчас все фигуры вот все 5 фигур черных они сейчас будут участвовать в атаке а у белых атаки никакой нету то есть они просто взяли пешку но и решают отстояться как-то посмотреть что у черных получится или нет сейчас мы увидим что у черных на самом деле очень сильная будет атак теперь мы отдаем ладью вы поняли в чем прикол и мы выскакиваем слоны в 5 то есть теперь мы нападаем на ферзя и нападаем на нападаем на мат теперь нужно ферзем что делать белым только отдавать за ладью да да у теперь давайте посмотрим что получилось значит у белых две ладьи пешка а у черных ферзь но если присмотреться то фигуры у черных активнее два слона и ферзь они очень активны еще плюс висит мат на c2 сейчас надо защищаться до пошли молодя до 2 вроде бы если так посмотреть учебу белых все в порядке то есть они защитили ну давайте смотреть пошли аж ферзь б7 лучше было можно было бы пойти ферзь б7 если бы мы пошли ферзь б7 тогда бы белые бы пошли просто c3 и теперь мы перекрыли вот этого слона пешка слон c3 и ферзь б1 мат да давайте посмотрим тогда вот есть такой мат хорошо значит мы c3 не можем играть тогда мы пойдем наверное мы можем пойти тогда слон d4 о вот так пойдем перекроем эту линию то есть нам размены выгодны белым выгодно размены потому что две ладьи будут сильнее чем ферзь если поменять все фигурки то две ладьи будут сильнее поэтому если побить побить то это невыгодно а бить не буду черные есть другой слона 6 ох ты все видишь правильно слона 6 видите как то есть мы используем теперь переводим слона на другую диагональ и теперь мы выигрываем ладью вот как хитро так что тут у белых непростой выбор на самом деле не так просто им тут и защищаться потому что как только они перекроют одну линию сон черных со второй линии может зайти вот поэтому непонятно а если потом а если слон е3 все равно мы будем забивать вот тогда никто не будет отдавать еще одного слоника поэтому наверное тут белым уже наверное единственный ход это играть только так так хотя бы чтобы перекрыть чтобы ферзь сюда не нападал но теперь слон еще лучше стреляют видите еще больше полей поэтому тут у черных а можно теперь походить ну все правильно но тут есть маленький нюанс давайте посмотрим ферзь б4 не нельзя ходить потому что мат так это раз вы поняли если пойти слон c3 тогда мы даем шах король теперь уже имеет клеточку убежать и теперь мы меняем этих слонов теперь уже лучше не играть вот и все и теперь у белых тоже все в порядке то есть нам так черным не выгодно то есть тут после надо подумать как правильно сыграть может быть е6 может и е6 ну е6 наверно плохо потому что теперь мы можем словить слона f5 как можно напасть на слона bg4 g4 правильно и теперь мы остаемся без слона теперь слону некуда отходить ферзь бьет е3 а ферзь е3 есть хорошо правильно теперь если слон g2 тогда ферзь бьет е3 правильно значит пока же 4 будет обмен обмен слонов и белок тоже будет хорошая позиция тогда нужно нам пойти просто слон d3 поменять активные активного слона нет нельзя почему нельзя потому что у белых тоже будет потом выигрышная позиция ну правильно поэтому черным нельзя менять но они уже не могут уклониться от этого размена потому что не е6 а f6 плохо очень пойти потому что мы слоника своего закроем нельзя е5 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 тоже перекрываем слоника тут надо подумать ну давайте как пойти я не знаю здесь надо защищаться от мата ну защититься от мата это не проблема ферзь c7 ферзь c7 да ферзь c7 хороший ход ну давайте посмотрим партию как было в партии интересно значит партии было так черные пошли h5 они сразу так пошли для того чтобы не было хода g4 чтобы этот слон уже здесь остался навечно поэтому они пошли аж 5 вот такой интерес но мы могли пойти ферзь б7 но в партии было аж 5 мы рассматривали просто вариант что ферзь б7 возможный ход а в партии да потому что мат на d8 слон е2 теперь белые хотят скорее всего вывести вторую ладью на вот эту линию теперь мы играем ферзь б8 вот это нападает сюда и защищаемся от этого шахта поняли как ферзь стал что он и атакует и нападает теперь белые играют б3 и теперь мы заходим слоном на поле c3 потому что за поле ослабилась пешка ушла и теперь она не держит контроль над полем c3 теперь слон c3 вот тут белым надо уже куда-то ладью отходить они пошли на d5 у них другого хода и не было да может надо было ходить ладья d1 но как тогда нужно было бы хорошо потому что они если бы ладья d5 они нападали на слона и еще могли потянуть свою ладью а это правильно правильно ладья d1 смысл в том чтобы оставить еще место для второй ладьи чтобы на d1 пошла вторая ладья но тут еще в этой позиции возможный был ход ферзь b4 и теперь мы хотим дать мат пойти ферзь a3 и ферзь b2 и теперь король уже на d1 не сможет убежать то есть колодя забрала у короля клеточку теперь ладья d5 как мы говорим не ну теперь уж ладья d5 это уже поздно потому что я буду давать мат сейчас так король d1 и пойду ферзь b2 теперь я напал на пункт c2 я поняла может ладья д3 может быть слон д3 но слон д3 наверно плохо потому что я все равно даю шаг король если уходит я забираю ладью а если слон защищается на c1 тогда я верю позицию тогда может быть так я имею возможность правда там король d2 есть код хорошо в этой позиции как я знаю b4 как 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 b4 но так мы уже пошли мы же зачем за белых сейчас ищем вариант они за черный но король b1 можно пойти если мы придем ферзь a3 тогда слон может сюда пойти и защититься от мата да есть такой вариант возможно это даже самый лучший вариант а потом пойти слом b2 и поменять этих слонов вот может быть и так но в общем это сложно очень сложная позиция но в любом случае мы видим что тут активная сторона черная не белый белые только защищаются а черные атакуют вот на 3 до в партии так и было было ладья d5 теперь мы нападаем еще раз на ладью слон е6 гоняемся за этой ладью ладья d3 теперь ладья может пойти на d3 потому что слон уже на 5 не стоит и не контролирует поле d3 теперь ферзь b4 мы делаем эту идею пробуем теперь зайти на поле а3 но мы бы мы мы бы пошли ферзь a3 шахом поэтому слон бы тут не висел а вот после король b1 который правильно сделали худ белый теперь ферзь a3 нельзя потому что мы заберем этого слона вот поэтому на король b1 нужно делать какой-то другой путь слон f5 правильно теперь мы нападаем еще раз на эту ладью и теперь мы уже хотим прийти ферзь a3 король же 7 правильно и теперь ладья вторая пошла на d1 то есть белые готовы на ферзь a3 пойти слон c1 и они защищаются от мата на b2 ну вот мы как раз смотрели вот как раз артем сказал об этом что можно будет пойти слон d4 поменять этого активного слона и забрать потом ладью поэтому ну как мат если нам шаг настя нам же шахт делали шоу то есть у нас нету время мы обязаны будем менять а если мы поменяем то все у нас атака уже практически закончилась мы самую важную фигуру свою променяли разменяли поэтому это не выгодно делать совсем нужно искать какие-то другие ресурсы и вот поэтому черные пошли здесь слон f6 то есть они наверное может быть хотят пойти теперь ферзем сюда может хотят освободить клеточку для ферзя теперь белые ходят слон d3 теперь они хотят тоже меняться то есть мы должны понимать что любой размен выгодны белый любой теперь мы ходим ферзь c3 нападаем на мат и теперь проблема такая что нет ухода слон d4 потому что мы просто побьем поняли теперь надо королем отходить потому что висит мат и на b2 и на 1 на 1 поэтому нужно убегать только королем и теперь мы ходим е5 вот такой интересный ход то есть нам уже тут слон не нужен на этой диагонали мы уже встали на эту диагональ ферзем ферзь тут контролирует все поля а ходом е5 мы нападаем еще на ладью d8 теперь смотрим куда она убежит ладья убегает на d5 и мы играем е4 вот такой интересный ход а если будет ефи я мы походим слон g4 да если будет ефи мы походим слон g4 и то есть мы забираем клеточку у короля которая могла бы здесь быть то есть слон будете контролировать теперь мы сможем давать вот такой шаг сейчас вы увидите как вот эти два слона дают мат красиво а я поняла ферзь а1 е и вообще нельзя вот верните позицию да нет не эту да вот это если ну вообще нельзя f е потому что будет слон g4 и следующим ходим дым хотим походить ферзь а1 король d2 и ферзь d1 мат нет там d1 не получится потому что f а слон g4 слон g4 f d3 можно и так пойти да но мы смотрели сейчас мат смотри артем тут может может быть так что если мы побьем смотрите я вам сейчас покажу вариант который я посмотрел можно пойти слон g4 теперь ладья допустим уходит мы теперь даем шаг король должен уходить мы даем мат вот такой мат я увидел и поэтому вот этот слон здесь очень хорошо контролирует все вот эти поля вот такой красивый мат может быть но как ты говоришь тоже может быть то есть на фе слон бьет е4 тоже можно было бы так сыграть теперь в этой позиции белые не побили пешкой они побили слоном теперь они отдают фигуру они увидели что им там будет плохо они отдали фигуру король b1 ферзь вернулся на c3 то есть сейчас уже преимущество у черных и не только по позиции а также по материалу потому что мы выиграли слона король c1 слон е6 красивый ход нападает на ладью нападает на ладью куда ладья отходить ладья d6 слон е7 видите ладья d2 нельзя из-за мата на a1 да если ладья d2 тогда ферзик дает мат вообще ладья должна уходить только на a6 только на a6 из-за мата слона 3 правильно только на a6 должна уходить ладья почему потому что если она например нападет на ферзя тогда мы слон a3 король b1 и даем мат видите как красиво поэтому только ладья a6 мы играем ладья a6 и теперь мы опять гоняемся за этой ладьей ходим слон c8 и ладья c6 ну ладья c6 тоже мат если ладья c6 тогда слон a3 король b1 и мат то есть ладья c6 ничего не помогло ладья c6 ладья c6 ладья c6 слон a3 король b1 и ферзик b2 красивый мат теперь надо ходить ладья a4 правильно надо держать опять же вот эту клеточку чтобы слон туда не попал и теперь мы играем просто a5 вот такой интересный ход теперь белые опять отходят на b1 потому что им вообще нечего делать у них вообще полезных ходов никаких нет ладья c6 теперь слон f6 и все опять маты грызят видите опять слон вернулся на свою диагональ ну вперед и ходил к королю и означает а стойте а когда вот эта позиция который король b c4 походить и ладья c4 в этой позиции нельзя ладья c4 пойти потому что опять мат насти опять мат такой же самый мат а нет а если король b1 был и вот здесь стоял слон ну мы же уже пошли сейчас был ход черных поэтому черные вернули слона и теперь ладья c4 опять нельзя потому что мат поэтому мы не успеваем ладья c4 пойти никак поэтому король опять убежал на c1 и мы теперь ходим слон a6 а теперь посмотрите какой будет красивый мат сейчас то есть белые и черные хотят сейчас дать шах король d2 и дать мат слоном на c3 и теперь вот эти поля вот эти два поля король не сможет ладья c3 не будет поля е3 будет слон d3 то били на d3 ладья бьет d3 теперь даем шах единственный ход ладья d1 и теперь слон g5 выигрываем партию еще есть ход f4 последний потому что если король уходит тогда мы забираем ладью единственный ход f4 чтобы перекрыться от этого шаха слон бьет f4 вот теперь и ферзь f3 ферзь e3 вот так мы выиграли партию теперь мы король уходит и мы забираем ладью и понятно что ферзь против ладьи намного сильнее то есть он намного быстрее заберет все пешки а будет возможно если нас не будет видно а что вы хотите выключить камеру да можете выключить ну как хотите а где лев что-то лево не слышно не видно виден он лев но я выключен мегафон и выключена камера да почему да ну пропал где-то пропал значит лев пропал где-то лев пропал вроде бы с нами кирилл тоже что у меня есть кирилл так ну хорошо и что что мы поняли из этой партии давайте подумаем рассказывайте кто что понял давайте по пару слов кому что понравилось да давайте у нас поikkаться по блоку да мы постоянно атаковали черными ну наверное вот как мне понравилась эта партия да мне понравились эти два слона черных белопольные и чернопольные очень сильные слоники С ними воевать очень сложно, конечно, очень сложно. Они вот такие были сильные, что вот они и решили искать партию. Так, а теперь мы пойдем ко второй партии. Теперь давайте посмотрим вторую партию, но уже со стороны белых. Теперь мы посмотрим, как белые играют в этом варианте дракона, как они атакуют. Мы посмотрели, как атакуют черные, а сейчас мы посмотрим в такой же самой структуре, как атакуют белые. Все то же самое, но теперь мы не играем слон Е3, как было в этой партии, а белые решили пойти слон С4, чуть-чуть другой ход. Да, вот так эти все пешечки выглядят. Еще пешечку Д6 можно дорисовать. А, Д6, хорошо. Да, вот видишь, Настя нарисовала, а Тима помог, дорисовал. Мы здесь сейчас стерем и стрелочками напишем. Все, хорошо. Теперь слон Ж7, слон Е3, конь С6, все правильно, Ф3. Такой же самый вариант приблизительно получается. Черный слон Д7. Вот. Че? Для чего они играют слон Д7, как вы думаете? Слон Д7. Ну, идея на самом деле такая, что этого слона нужно куда-то пристроить, да? Ему нужно где-то куда-то пойти, но, к сожалению, у него никаких хороших ходов нет. То есть все поля заняты, поэтому ему нужно играть слон Д7. Заберите, пожалуйста, эти стрелочки, хорошо? Это не мы, это кто-то другой. Мы стираем, а кто-то рисует. Хорошо. Пожалуйста, стерите, потому что плохо видно. Мы пытаемся это стерить, но не получается. Мы сейчас узнаем, кто рисовал. Лучше стереть. Ну, я уже стер. Все. Так, значит, в Ф3, мы теперь нашли клеточку для слона. И пускай он у нас здесь стоит. И плюс еще какая идея того хода, что мы освобождаем место для ладьи, что эта ладья сможет пойти сюда, по этой линии. То есть, когда белые будут рокировать в длинную сторону, король будет на С1, то эта ладья очень хорошо поможет в атаке по этой линии. Понимаете? Белые играют слон Б3. Ну, наверное, они не хотели, чтобы на них там нападали. Да? Чтобы там конь опять какой-то был ход. Ферзь опять черные пошли. То есть, они потенциально связали этого коня и вывели фигуры. Ферзь Д2. Белые правильно играют. Теперь они хотят сделать рокировку. И теперь делают рокировку. И белые, и черные делают рокировку. Опять у нас получилась позиция с насосторонними рокировками. Так. Какой здесь нужно проводить план? Давайте еще раз вспомним. Штурма. Пешечный штурм. Пешечный штурм. Да. А для чего нам вообще пешечный штурм? Чтобы остыть для соперника. Правильно. Но нужно пешечным штурмом мы добиваемся того, что мы открываем свои фигуры. То есть, линии для ладей, хорошие поля для легких фигур, для коней, для слонов. Ферзь тоже будет участвовать. Мы это все делаем для того, чтобы дать мат. То есть, атака должна привести к мату. Поэтому нужно атаковать чужого короля. Теперь. Ладья f на c8. Видите? Теперь эта ладья пойдет сюда. Будет эта ладья играть здесь. А вот эта ладья, наверное, будет играть здесь. То есть, и пешка пойдет. Пешка пойдет b5. Вот такая вот идея у черных. А будут черные здесь штурмы делать? Да, будут штурмы, конечно. И белые будут штурмы. Сейчас вы увидите, как белые делают. Потому что партию вот эту выиграли белые. Если прошлую выиграли черные... А здесь не сразу выиграли белые. Да. Эту выиграли наоборот. Эту выиграли... А кто рисует слоника здесь? Не знаю. Ну, такую стрелочку. Теперь белые пошли король b1. Они просто профилактически увели короля с этой линии. Теперь конь e5. Теперь коник, наверное, хочет пойти сюда. Сделать вилку. Теперь ферзь e2. Мы забираем ферзя и защищаем вот это поле. Теперь конь уже сюда не сможет пройти никакой. b5. Начинается штурм. Теперь мы хотим этим ходом пойти дальше b4. Отогнать этого коня. А если конь c бьет b5? А это надо посчитать. Вот это очень интересная игра. Я как раз хотел вас это спросить. Если черные таким образом отдают пешку, а мы видим, что после хода b5 белые три раза нападают на пешку b5, а черные только два раза защищают эту пешку. Значит, мы можем ее побить. И что тогда произойдет, если мы ее побьем? Теперь... Бывает хороший случай. Если слон b5, конь b5, и мы выиграли вашу фигуру. Нельзя сбивать ферзь, потому что мы заберем ферзя. Ну нет, но у нас же три удара, а у вас только две атаки. То есть белые не рискуют ничего проиграть. Потому что если мы забираем, забираем, забираем и забираем конем. Нет, неправильно. Правильно, правильно. Ну как неправильно? Ну покажи, как правильно. Нет, я не то говорила. Я такое говорила. Ну мы же забрали эту пешечку на b5. Да. Ну, тогда все. Надо вот так, да. Да, видите, все правильно. Все мы нарисовали. Да, значит, что будет после хода конь cb5? Скорее всего, что черные, они пойдут ладья а на b8. Вот они отдают пешечку, но ради этого у них откроется линия b. Как ты думаешь, Артем, правильно это или нет? Не думаю. Ну, это жертва пешки. Это я нарисовал сейчас оттого. Ну да, мы же будем потом атаковать. Плюс конь потом прыгнет. У нас смысл какой, что самая сильная фигура будет вот этот слон. То есть вот этот слон, он откроется и потом он будет здесь атаковать. Ой, простите, мне нечаянно. Я вижу, вижу. У меня все подписано, кто делает все стрелочки. Все видно. Так что, я думаю, что белым опасно на самом деле брать эту пешку. Потому что сразу все линии пооткрываются. Поэтому белые не берут. А зачем им брать? Они сами начинают атаку. Они сами начинают штурм. Вот играют h4. Если слон, верните позицию чуть-чуть. Да, хорошо. А если слон h6? Вот я тебе знаю свою стрелку. Нет, сюда же нельзя, Артем. Потому что, когда ферзь стоял здесь, это можно было. А теперь слон h6 это под бой. Он же просто заберет. А тогда, когда еще он там был? Вот почему? Ну, так ведь можно пойти в ферзь. Вот здесь, да? Нет, сюда еще конь стоял на h6. А, вот здесь пойти слон h6? Ну, хорошо. Тут тогда комбиот d4 исход. Тактика. Если ты забираешь ферзен, тогда я забираю слона и выигрываю фигуру. А если ты на комбиот d4 забираешь слона, тогда у меня... Почему и король b1 ходят? Чтобы не было шаха. Теперь у меня есть промежуточный ход комбиот b3. Понимаешь? Угу. И все. И теперь, когда мы заберем, тогда можно будет забрать королем. И у черных лишняя фигура. Поэтому король b1 и играет белая. Потому что белые готовятся... А чернопольного слона терять не надо. Он еще пригодится. Ну, конечно, пригодится. Ну, пригодится. Просто поэтому белые хотят его поменять. То есть белые хотят поменять вот этого слона. А чего нельзя конь d5? Конь d5 здесь? Да. Ничего не дает. Я просто меняю ферзей. А, я не видела. И все. И потом бью здесь. То есть невыгодно. Это черным выгодно менять ферзей. А белым невыгодно менять. Да. Теперь у черных больше фигурам. Ну, не больше. Просто им легче играть. Они же черные. Поэтому король b1 мы играем для того, чтобы пойти с мона 6. Чтобы не было вот этой комбинации. Конь e5. А теперь фрон h6 не очень выгодно, потому что конь c4 сможет прыгнуть. Поэтому нужно играть ферзь e2. Держать вот это поле. И все. Началось. То есть белые начали играть активно. Они пошли h4. То есть вроде бы как бы черные начали первые. Но белые тоже начали. Поэтому h4, h6. То есть теперь эту пешечку защитили. Решили черные не отдавать ее, а все-таки защитили. Теперь h5 ход. Что делать теперь черным? Как вы думаете? Что делать теперь черным? Что делать черным? Черным? Артем. Артем. Лев. Кирилл. Так. Кто что предлагает? Что что думает? Ничего. Мы еще думаем. Ну, надо за черным думать быстрее, потому что уже тучи сгущаются над черными. Им лучше слон. Я тоже сказал, что дикой наш 5. Это точно. У него лучше слон e6. Погоди. Чтобы поменять слон. Нет, слон e6 я просто побью и выиграю пешку. Нельзя слон e6. Слон e6 я могу побить и выиграю еще ладью. И побью здесь. И потом побью ладью. Потому что шах. Так что так не получается. Можно еще походить. h6. h6? Да, h6. Давайте подумаем h6. Но h6 это опасный ход. Почему? Потому что я бью. И потом бью слонов на пешку на h6. И хоть придется бить каньон? Ну, это не спасает. Потому что я все равно бью эту пешку. Да. А бить пешкой нельзя из-за сверху. Вот я нарисую стрелку. Да, правильно. Пешкой f нельзя бить, потому что слон на b3. Видите? Так что это невыгодно. Тут надо считать вариант комби от h5. Самый принципиальный. То есть белые отдали пешку. Вот h5. Да. И что делать теперь белым? Как продолжать атаку? Я думаю, тут есть очень сильный ход. Есть очень сильный ход d5. Я думаю f4. Ну, давайте посмотрим f4 сначала. Если уходим f4, тогда у черных есть ход конь g4. d5. d5. Куда? Чем? Слоном? Нет. Верните, которая бешка стояла f3. Ну, хорошо. Вот конь d5 я пошел. Что я хочу? Я напал на e7. Правильно? Да. И теперь я хочу забрать ладью. Значит, вроде бы как нужно защищать эту пешку. Ну, допустим, ладьей, да? Защитить. Тогда я хожу g4. А если пойти вот так? Конь идет на c7. На c7 нельзя, Тимочка. Тимочка, нельзя на c7, потому что ферзь забил. А, вот так. Ферзь заберет, поэтому нельзя. Вот, тут есть очень сильный ход g4. Теперь мы нападаем на этого коня. Почти его подловили. И потом ферзь h2, а тут только на размину поле. И потом ферзь h2. И потом будем на h7 атаковать. Да, ферзь h2. Да, поэтому так нельзя. Поэтому конем бить опасно на h5. Поэтому в партии случилось так. Черные пошли к конь c4. Сидеть поменять коня на слона? Да, правильно, потому что очень сильный слон. Что это, что этот сильный слон? Этого слона, b3, они заблокировали конем. То есть теперь вот этой связки уже нет. А мы на этого коня нападаем еще. Ну да. Теперь конь d5. Нет. Конь это очень хороший ход. Конь c4. Да, но очень хороший ход за белый конь d5. То есть белый продолжаем кутал. Теперь побили, побили. И ферзь c7. Нужно куда-то ферзем убегать. А почему не конь e3? Почему не конь e3? Давай смотреть. Почему не конь e3? Если конь e3, тогда мы можем пойти. Ферзь e3. Верните позицию. Ну зачем? Давай посмотрим эту позицию. Сейчас вернем позже. Досмотрим этот вариант. Ферзь e3. Как видно хорошо? Ферзь e3. Видно. Так, что хотят белые? Белые хотят вообще просто. Хотят съесть на e7 пешку. И потом на слона напасть. Ну и так же они будут открывать линию h. То есть они сейчас побьют эту пешку. Какая-то пешка побьет. Они, может, будут сдваиваться ладьями. Или, может, ферзь каким-то образом придет туда. Линия h6. Не, h6 не надо. Зачем закрывать? Не надо линию закрывать? Ну, линию h не надо. Наоборот, ее надо... Да, hg. Правильно. Открыт линию h для ладьи. Поэтому эта позиция хорошая для белых. Вот. Поэтому тут черные решили пойти в ферзь c7. Просто забрать. И они, наверное, хотят пойти... А, hg надо походить. Ну, сейчас посмотрим, как же белые пошли. План черных понятий. На них хотят пойти а5, а4. Вот пешка. Теперь освободили... Ферзем освободили место для пешки. Теперь hg, hg. И слон c1. Теперь белые решили сохранить этого слона, чтобы конь не поменялся на e3. Ну, и профилактически защитили вот эту пешку на b2, чтобы теперь слон защищал ее. А можно? А это будет... Ну, я думаю, это возможно. Вот. Пешка е7. Ну, сейчас же ход черных. Мы только пошли слон c1, и только мы хотим пойти в ферзь бьет е7. То есть сейчас ход черных. Вот. И черные ходят слон f6, защищают пешку. Тогда не идея. А можно же пойти конь g5, напасть на вилку? Как-как? Ой, не, неправильно. Как на вилку? На какую? Слон h6. Ну, а что? Слон h6 ничего не дает. Ты просто перекрыл линию h. Ладья h6. Тут надо думать. Вот теперь ходят g4. Смысл такого? Я думаю, слон d4. Нет, а почему они же g5? Нет, они не хотят g5. А он хочет по-другому. А слон d4 чего нельзя? Ну, так а что оно дает, слон d4? Я побью ладьей. Ничего не дает. Ничего не дает совершенно. Тут хитрые белые решили так. Подвести теперь ферзя. Теперь ферзь пойдет сюда. Поняли? То есть они g4 открыли себе линию для ферзя. Чтобы ферзь перепрыгнул туда поближе к королю. Да. Потому что тут с этой позиции... С этой позиции белому ферзю очень тяжело куда-то туда попасть. Поэтому нашли код g4. И теперь ферзь в два хода туда припрыгнет. Ферзь c5. Ну, сюда не припрыгнет наш 8. Ну, наш 7. Потом будет дальше мат давать. Потом слон h6. Там еще достаточно ресурсов для мат. Ферзь c5 играют черные. нападают на коня d4. И еще можно походить. Потом если потянуть... Потянуть сюда пешку. Ой, подождите. Можно потянуть пешку в 5. Не видно экрана. Не видно экрана. Так. Тут есть мат. Я думаю, вы сюда походите. А там вы сюда походите. Ферзь c5. Нет, лучше походить. Когда-нибудь походить в ферзь c5. И запасть на слона. Если чё ничего не сделает, то слон ферзь c5, король f8. И слон h6, слон g7, слон g7, король e8, крась h8. Да, всё правильно, Артём. Да, всё правильно. Такой будет мат в конце вариантов. Поэтому это чёрные всё поняли. У них уже нету защиты на самом деле. Всё. Тут уже позиция проиграна. Да, он правильно. Ферзь c5, d2 или конь a3. Ну, это на один ход. Как срочить? Да, это не помогло. Или ферзь c7. Значит, чёрные пошли слон g4, ферзь h7, король f8 и конь e6. Вот такой интересный ход. Ещё лучше пошли. Потому что если бы мы... Почему пошли слон d7? Вы поняли почему? Потому что король бы смог бы убежать на d7. Да, я вижу это. Да. То есть король бы убежал бы на d7. Поэтому чёрные освобождают ему поле. То есть, например, король f8, если пойти слон h6, тогда король e8, ферзь g8, король d7. Всё, король убежал. Видите как? Поэтому так просто не выходит ничего. И решили... Это что за парад, Настя и Тима? Конь e6. Теперь, если мы бьём, что было бы, если бы мы побили пешкой? Понятно, что слон h6. Ну, наверное. Король e8. Де. Ну, слон бьёт е6. Нет, было вот так, вот так. Так, ладно, не рисуйте, пожалуйста, потому что все не видят. Это слон за чай. Можно пачить ге. Ну, а шесть. А слон h6 нельзя, потому что перекрывают линию ладье. Ну, ладье сейчас уже не надо. Мы тут уже без ладьи будем давать мат. А я знаю, как в два хода или в один дать мат. Ну? А нет, это неправильно. Я хочу... А нет, это правильно. Это правильно. Можно открыть линию С? Нет, fg. Как-то они там ходят. Потом d, e. И в следующем хода мат на перч f7. Да, всё правильно. Вот так и будет. То есть белые тут просто конь е6, fe. Что они делают? Они просто забирают слона. И потом хотят побить пешку и поставить мат на f7. Вот так. Да, но если уходит король все равно на е8, мы все равно станем ферзь g8. Да, ферзь g8 мат. То есть пешка теперь будет забирать поле d7. Вот такая вот история. Значит, что? Пришлось черным побить слоном. Теперь мы бьем. Бьем. И ферзь бьет g6. Такой спокойный ход. Теперь король... Спокойный ход, чтобы мы нападаем. Теперь кто хотя бьет? Кто видит следующий хода? Слон, ладья h8, слон h8, слон h6. Да, но можно и сразу слон h6 пойти. А чего не ладья h7? Ну, можно и ладья h7 поставить потом мат. Но правда там будет конь е5 ход. И будет нападать на ферзя и защищать поле f7. А слон g7 намного лучше, потому что слон h6, слон g7, слон бьет g7. Или ферзь бьет g7 мат. Вот так. То есть теперь пошли ферзь e5. Для того, чтобы на слон h6 закрыться слон g7. Но мы теперь играем ладья d на g1. Вот. Подводим еще одну ладью к атаке. Интересно. Слон, ферзь h8 и ладья h8. Слон, ферзь h8. Теперь куча матов грозит. Конь d2. Какой-то последний ход. Слон бьет d2. Слон бьет d2. И мы получаем мат. Поздравляю вас. Черные победили. Нет. Давайте вернем позицию. Я хотела нарисовать. Вот. Конь d2. Король a1. Конь бьет a3. Все. Теперь партия закончилась. Конь бьет a3. Ну, даже если... Нельзя бить. Будет мат. Пять. b2. Это шаг. Это шаг. Теперь мы бьем коня. И теперь нет защиты от... Сейчас b2. Вместое защита. Ну, это такое. Это уже не поможет. Нет. Вообще-то можно погодить вот так. Ну, сейчас ход черный. У нас тоже мат. Настя, сейчас ход черный. Мы сейчас смотрим найти защиту от мата. Но, к сожалению, мата через G8 уже нет. Вот защита. Вот защита. Ну, это защита на один ход. Забрали. Красивый ход. Ну, а что еще делать? Все. Партия закончилась. Вот такие вот дела. Видите, как белые... Как здесь белые красиво добились своей цели. Очень интересная партия. Из-за черных была интересная партия. Из-за белых была интересная партия. Вот это нам говорит и показывает о том, как надо правильно действовать и себя в атаке на рокировку. А почему в первой партии белые обязательно побили пешку? Ну, они могли не бить пешку. Просто они не знали этого варианта, они попали в ловушку. Поэтому они побили. А на самом деле там не надо бить. И не надо допускать вот эту цель. Тот, Тёма, вам дали. Спасибо. Так, ну что? Спасибо, до свидания. До свидания. Саня, тогда встретимся где-то в следующий раз. Всё. Всем хорошего дня. Отдыхайте. Всё, всем пока. Отдыхайте побольше. Я не смогу отдохнуть. Почему? У меня все Д. Спасибо. Зачем именно так? Нарисуйте сердечко. Лучше это сотрите и сердечко нарисуйте. Сейчас всё сотрём и... Я уже кучку сердечек нарисовал. Ой, классно. Классное сердечко. Спасибо. Я вам тоже отправляю сердечки. Вот. Ну всё. А где наше спасибо? Сейчас напишу. Спасибо. Спасибо. Ну всё, всем пока. Можно выходить будет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok